Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 95, упражнение номер 162. Прочитайте. Деревья, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься. Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни. Какая главная мысль этого стихотворения? Главная мысль этого стихотворения – не уничтожайте природу. Спишите, обозначьте в словах ударение, подчеркните личные места имения, устно определите их число и лицо. Так, запишем данный стихотворный текст, каждую строку будем записывать за главные буквы. Деревья, трава, цветок и птица не раздельно всегда умеют защититься. Если будут уничтожены они, запятая, на раздельно планете мы останемся одни. Обозначим в словах ударение. Деревья, трава, цветок, птица не всегда умеют защититься. Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни. Подчеркните личные места имения, устно определите их лицо и число. Они – третье лицо, множественное число. Мы – первое лицо, множественное число. Определите вид предложений по цели высказывания. Деревья, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься. Это повествовательное предложение. Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни. Это побудительное предложение. Составьте и запишите побудительное предложение на тему, заключенную в стихотворении. Например, такое предложение. Не – раздельно. Ломайте ветки деревьев. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.